Существует две теории о рождении Стрибога. Одна в том, что он возник из искор при ударе молотом с варага о камень Алатырь. Другая, что родился бог из дыхания рода. И та, и та версия по-разному раскрывают суть Стрибога. Первый, он берет ответ за ветра и воздух. Во второй, сам воплощает те самые ветра и воздух. Предположение о том, что он все-таки возник из искор, делает его братом Семаргуа, Дождьбога и остальных детей Сварога. Однако, предположительная трактовка имени Стрибога, как дядя по отцу или двоюродный дед, некоторых исследователей заставляет сделать вывод, что данный бог принимал такое же участие в строительстве мира, как и Свара. А следовательно, он все-таки его брат. Женой Стрибога была Немиза, что по каким-то источникам являлась одной из вариаций Мары, богини Зимних Петров. У Стрибога с ней было множество детей, так или иначе связанных с погодой. А поскольку все дети и внуки Стрибога, судя по источникам, подчинялись ему, то этот бог по всем показателям для наших предков влиял на все, что окружало людей. Ветер, непогода, солнце пек и так далее. Стрибога почитали особо. Земледельцы, поскольку урожай их зависел от погоды, дождей и засухи ветров. Мельники в мольбах просили тех самых ветров для их работы. Также моряки, с ними и купцы, торговцы. Поскольку от погоды на морях зависел их успех и плавание, я уж молчу о жизни. Волхуи, понятно, почитали. Потому как у наших предков ветер был потоком энергии. Мудрецы считали Стрибога хранителем равновесия в природе. Ветра могли подарить дожди, да вживительную влагу. Но также могли разбушеваться и уничтожить все. Стрибог являлся воплощением мудрости и эмоциональности. Предки также верили, что он был проявлен в птицах, даже пущенных стрелах, во всем, что в воздухе витало. К слову, Стрибог часто представлялся с золотым луком в руках. Также с рогом. Часто его изображали, как могучего старца, кой не утразил широту плеч. Стрибог участвовал почти во всех важнейших разборках межбогов. Он вместе с Дашбогом и Семарглом отправился искать перо на Ака, кто-то исчез. Тогда Стрибог воплотился в образе стратим-птицы. Есть источники о том, как он побеждал с перуном скипер-змея. Участвовал в войне на стороне светлых богов против темных. Он помог в борьбе и хорсу. Но, несмотря на все это, Стрибог, судя по всему, не отличался ярым стремлением к праздному общению с другими богами. Только приходил к ним на помощь в момент необходимости. Идол Стрибога был воздвигнут на знаменитом пантеоне богов князя Владимира в Киеве, что доказывает его немаловажное значение для славян. Во многих источниках Стрибога либо сопоставляют по значимости состоящим там же Дашбогом, либо противопоставляют, но в любом случае их особо тесно связывают. По другим данным, Стрибога связывают с перуном, поскольку оба воздействовали на погоду. Но если судить по значимости влияния, то перун все же был почитаем больше за другую. Точно сегодня нельзя сказать, то ли у Стрибога было имя, кое известно сегодня. Говорят, что для скрытности его в молитвах часто называли как-то иначе. Ветрила, Стры, Стриба и так далее. Возможно, эти имена были просто так же его, как и Стрибог. В любом случае, значимость Стрибога для наших предков от этого не меняется.